Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! К сожалению, те видео, которые я обещал загрузить, пока откладываются. Причина, которая заставляет меня не загрузить их на свой канал, не записать их даже, я освещу перед вами, дорогие зрители, в конце данного видео. Ознакомлю вас с этими причинами. А также сделаю небольшой анонс. Ну что ж, давайте сейчас приступим непосредственно к главной теме, точнее сказать, к главным темам, в которых мы с вами обсудим многочисленные статьи и одно видео, которое вы мне прислали. Давайте приступим. И начнем мы со статьи, которая вышла на азербайджанском информационном портале DayAS. Аббас Джума, а за тобой Арарат. Или Симонян с Пашиняном. Что же мне хочется сказать в связи с этим? Армянство сейчас любой ценой старается, можно сказать, создать, если надо, из пустоты представителей мусульманского народа, которые выступают на стороне армянства. Таких фактов, таких в кавычках личностей достаточно много. Можно вспомнить профессора, которого армянство выставляет как турка, признающего так называемый армянский геноцид. Я не буду перечислять всех остальных личностей. Но через них армянство старается нанести двойной удар. Во-первых, расколоть мусульманский мир, показать себя толерантными, даже тройной удар, и расколоть самих тюрок между собой. Три удара, один выстрел. Но понятно, что это у них не получается, потому что все прекрасно знают, что предатели есть среди всех. Всех религий, всех конфессий, всех наций и народностей. Поэтому здесь не стоит ни о чем даже говорить. В качестве примера приведу простейший пример. Нжде, герой Армении, который, бросив своих, бежал в Болгарию. Бросив тех, кого он «исподвиг» на выступления против азербайджанцев и против большевиков, а потом бежал. Предатель? Предатель. Тем не менее, он герой в Армении. Простой пример. Так что армянам здесь не стоит, скажем так, кичиться этим абаз-джумой и якобы турецким профессором, преподающим в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите на своего героя. Я уж не говорю про самого Пашиняна, кстати. Он же так или иначе предал Ливона Т. Петросяна и ту партию, в которой состоял. Переходим к следующей статье. Представитель, обратите внимание, вот эта статья заставила меня в неочередной раз, скажем так, с недовольством вспомнить азербайджанскую диаспору. Часть азербайджанской диаспоры, я не говорю про всю. Давайте прочтемте название статьи. Представитель Карабаха в РФ рассказал, вернется ли регион в состав Азербайджана. Подождите, о каком представителе Карабаха в РФ идет речь? Неужели Россия признала Карабах независимым? Пускай тогда этот представитель покажет данное свидетельство. Сама Армения не признает так называемый Карабах. Так как же в России может быть представитель Карабаха? Вопрос элементарный. Тем не менее, как мы видим, данная статья вышла на Федеральном агентстве новостей. В связи с этим опять хочу обратиться к азербайджанцам, проживающим в России. Прекратите молчать. Нужно обязательно нападать в суд и на данное Федеральное агентство новостей за ее ложь. Я не буду комментировать все данные высказывания, где, конечно же, с упорством говорится о том, что так называемый референдум, так называемый сбор подписей в Армении, вернее в Карабахе, был законным и шел именно не противоречие Конституции Советского Союза. В связи с данным заявлением хотелось бы напомнить, что армянство всегда ссылается на закон, который приобрел форму закона в 1990 году об отделении. Маленькая тонкость. Закон это не Конституция. А в Конституции Советского Союза от 1977 года в 72 статье четко было указано, что из Советского Союза могут выйти только республики. Там не идет речь о даже потенциальном возможности выйти из Советского Союза какой-либо автономии либо краю. Об этом армянство старается умалчивать, потому что понимает, что их планы уж точно идут в разрез Конституции Советского Союза. Также стоит учесть, что высказывание армянства в отношении законности якобы их так называемого референдума идет в разрез и основополагающего центрального формообразующего Советский Союз правила закона о целостности и границах республик, входящих в Советский Союз. Нерушимость этих границ. И тут армянство противоречит уже всем законам Советского государства. Поэтому о каком референдуме, о какой законности референдума идет речь? Армянство также любит ссылаться на то, что в конце 80-х, в начале 90-х азербайджанцы и армяне уже не могли жить вместе. Ссылаясь на события в Баку, а в основном, если говорить честно, ссылаясь на сумгаидские события. При этом они умалчивают о событии в Аскеране. Не мы, азербайджанцы, являемся той точкой, откуда начался конфликт, а именно армянские радикалы, которые создали вот эти конфликтные ситуации в конце 80-х, чтобы оправдать свою идею о так называемом независимом Карабахе. Надеюсь, с этой темой мы разобрались полностью. Переходим к следующей. Что привиделось азербайджанскому писателю-фантасту в деле Сангаида? Ну, здесь опять говорят о Льве Аскерове. Я уже говорил, что дан журналист был ведущим специалистом от множества изданий, скажем так, общесоветского масштаба на территории Азербайджана и Грузии. Поэтому называть его фантастом это оскорблять действительно личность. Тем более, почему-то говоря о опять-таки сумгаистских событиях, в данной статье ничего не было опубликовано в отношении Аскерана. Я даже не говорю про Кафан и Гугарк. Но если уж вы стараетесь выставить себя такими правдивыми, то вам стоило было бы указать на Баласаняна и его признание в убийстве двух азербайджанцев в Аскеране до Сумгаида. Хотя бы это. Чтобы хотя бы как-то можно было бы говорить о справедливости ваших умозаключений. Что я не буду сейчас прокручивать всю остальную ересь, которая здесь написана. Как армянство старалось выставить его лжецом не хочу, потому что я уже тысячу раз говорил на эту тему. Переходим к следующему. К следующей статье. Сатановский призывал отказаться от поезда в Турцию. Интересно. А при чем здесь Сатановский? Простой вопрос. Неужели Сатановский это главный специалист по Турции? С каких это пор? И бывал ли он в Турции за долгие годы? Что-то я в этом сомневаюсь. Почему-то Сатановский не возмущается армянством. Не возмущается тем, как армянство прячет на территории Армении личности, которые совершили преступления на территории России? Почему-то Сатановский не ужасается тому факту, когда один из представителей армянства оскорбил памятник Грибоедову. Как бы мы к нему бы не относились? Почему-то Сатановский ничего не заявляет об отсутствии на территории Армении практически отсутствии русских школ. Только две русские школы. И то при русском посольстве и при русской военной базе. Опять-таки тишина. Дальше он почему-то умалчивает о многочисленных антироссийских митингах в Армении и среди армянства по всему миру с сжиганиями флагов и так далее. он молчит о том когда в Армении проходили митинги чтобы скрыть и не выдавать России убийцу российского воина. Тоже интересно. Это Сатановского не интересует. Его не интересуют также крайне важные вопросы. староверы которые проживали на территории Армении. А их были тысячи. Его не интересует даже маломальские истории российско-армянских отношений. За что в России несколько раз запрещались армянские церкви. это его не интересует. Его интересует Турция. В связи с этим этот вопрос ему задавали все, но я вынужден задать, чтобы подытожить свой анализ данной статьи. Один вопрос. Сколько вам платят товарищ сатановский. Переходим к следующему. Деликатный вопрос. НЖД сотрудничества с гитлеровской Германией. знаете, вот это меня тоже крайне удивило. Потому что, как вы знаете, армянство любой ценой старается выставить НЖД героя. Здесь же евразийская все-таки газета четко указывает армянству на нацистскую составляющую данной личности. Давайте опустимся вниз. Единственное, что мне нужно будет кое-что прокомментировать в связи с НЖД. Сейчас вы поймете, о чем я. Во время войны группа НЖД Циккранитюн определялась национал-социалистической, то есть нацистской. НЖД сотрудничал с нацистами, но главным коллабри... рации с ним был все-таки не он, а генерал Дро. В свое время, в 1914 году, Дро командовал второй армянской добровольческой дружиной, а НЖД был у него в заместителях. То есть Дро и НЖД хорошо знали друг друга, но из-за политического соперничества в руководстве Дашнак Цутюн НЖД занял более чем критическую позицию в отношении Дро. и общей линии партии. То есть он также, в общем-то, здесь прямо говорится, что НЖД прям прямым образом поддерживал нацистов, но прикрывался Дроссманом Дроссманом Канаяном, подставляя его как бы под удар. Браво! Браво, браво, браво! Я специально не зачитываю всю статью, потому что иначе данное видео точно превратится в бесконечное. Вот этот памятник нацистскому преступнику. здесь говорится о поездках данной личности в США, где он видимо и четко уже утвердился в своих российско-нацистских убеждениях. В качестве того, чтобы доказать этот факт, что данная личность является как расистом, так и нацистом, достаточно вспомнить прежде всего то, что он один из первых, кто заявил о так называемой расе армяноидов, а также если доказывать его нацистскую составляющую, то здесь достаточно вспомнить опять-таки тот же самый цеграк и направляющую действия партии Ташнак Цутюн в то время национал-социалистическую. Об этом все, дорогие друзья. Переходим к следующей статье. Вот эта статья. Прошу прощения за шум. Так, статья немножко зависла. Вот эта статья. Рубен Киракосян. Советы обиженным на Еркрамас из-за публикации изречений Горегина Нжде. Ну, мы только что, кстати, о Горегине Нжде говорили. В данном случае я вынужден зачитать определенный момент, потому что в дальнейшем, когда мы будем обсуждать саму статью, вернее, умозаключения данного автора, этот момент очень важен. Не будучи процессуально вовлечен в историю безуспешных претензий азербайджанских организаций к информационному порталу Еркрамас заинтересовался самой фабулой спора, причем не как практикующий адвокат и не как армянин, а просто как рационально мыслящий человек, обладающий в том числе и долей самокритики, сформировавшийся в интернациональном советском обществе и потому имеющий прекрасных друзей и коллег из Азербайджана. Вот здесь крайне интересно. А вот эти же самые Кочаряны, Сержи Саркисяны, они же тоже выходцы из так называемого советского общества. Но это им не помешало стать националистами? Не так ли? Поэтому ссылка на то, что данная личность является скажем так, вскормленным, является вскормленной советской интеллигенцией, советским народом, является ложью. Так как это никак не характеризует его с положительной стороны и не может характеризовать его как интернационалиста. О чем же он здесь говорит? О чем же спор? Азербайджанские организации я еще должен зачитать еще небольшое место. Выдвигаются от азербайджанских организаций выдвигаются требования удалить с сайта «ЕКРОМАРС». ЦИТАТУ ГАРИГИНОНЖДЕ, ЗАВУЧАЩИЮ ДОСЛОВНО ТАК. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ БОРЬБЫ С ТУРКОМ. Формулировка действительно в состоянии сбить с толку, вызвать вопросы и подтолкнуть к неоднозначным выводам о симпатиях и антипатиях как самого НЖД, так и информационного ресурса ее разместившего. Дальше, чтобы попытаться как-то оправдать ЕКРОМАРС и оправдать по неволе высказывания самого Гарри Гин на НЖД, он, данная личность начинает ссылаться на само произведение, назовем так, в кавычках, произведение МАЁ КРЕДО, которое я и написал Гарри Гин НЖД. Но, опять-таки, ЕКРОМАРС не выбрал какое-либо другое выражение из данного в кавычках произведения, а выбрал именно это, циничное националистическое выражение, не носящего какого-либо другого смысла, кроме как националистического. Не так ли? Пускай это же армянство нашло бы хотя бы что-нибудь такую-нибудь не столь радикальное высказывание НЖД. И при чем здесь турки, если сайт посвящен не туркам, а информации? При чем здесь турки? При чем здесь народ? Вопрос простой. В дальнейшем крайне смешно выглядит его высказывание. Скажу больше и даже больно в первую очередь для самих армян НЖД стрелы своей критики и морального осуждения направляет в первую очередь в адрес не кого-то там чужого, а своих же родных соотечественников, тех, кто довел ситуацию до безвыходности и он их прямо называет это национальные партии и теологические так, и теологические пристрастия, говоря по-иному, элиты, доведящие ситуацию до тупика в лице политических лидеров и духовенства. Интересно, крайне интересно тоже его высказывание и крайне лживое, учитывая то, за что в 1911 году был осужден Горегин НЖД. Он был осужден за выступление против царской России, за участие, скажем так, выступление против царской России, когда Россия решила прикрыть часть, прикрыть армянские церкви. Так, если он выступал против неправильных деяний со стороны армянской церкви, то что же он начал выступать против России? Банальный вопрос. Вместо того, чтобы поддержать Россию в отношении наказания вот этих так называемых церковных деятелей, он выступал с оружием в руках именно за отстаивание интересов так называемой верхушки в армянской церкви в начале прошлого века. Надеюсь, я полностью расставил все точки над И, и дальше даже не стоит читать остальные мысленные ребусы данной личности в кавычках личности которого зовут Рубен Киракосян. Переходим к следующей уже не статье а видео как мэр Ростова Баку очаровывал ну что можно сказать да мэр Ростова приезжал в Баку пытаясь наладить деловые связи с Азербайджаном с чем это связано ну это связано с тем что в общем-то российские крупные бизнесмены я уж не говорю про западных и так далее перестали вкладывать в Ростов свои деньги что конечно же сказалось на ситуации в данном городе в негативную сторону но мэр Ростова почему-то не акцентировал внимание на том а почему многие крупные бизнесмены стали уходить с Ростовской области ему зато в данном видео ответил Евгений Михайлов потому что за спиной данного мэра стоит армянство которое чувствуя в общем-то крышу со стороны мэра Ростова грабят данный регион здесь приведены примеры имена данных грабителей я не буду сейчас останавливаться на этом кто захочет посмотрит данное видео так как ссылку на данное видео так же как и ссылку на все статьи я оставлю под видео давайте перейдемте к последнему к последней статье и на этом я закончу данное видео единственное что хочу сказать что сегодня еще будет прямой эфир и не забудьте что после того как я прокомментирую данную статью я вам немножко скажем так сделаю небольшой анонс и объясню почему я не смог загрузить некоторые видео которые обещал в предыдущих своих видео ну что ж Виктор Коноплев данной личности я уже отвечал на его высказывание для меня Карабах это центр силы но почему я решил все-таки еще раз показать данную статью по простой причине потому что обратите внимание кто именно решил опубликовать данную статью армянский музей москвы интересно а причем здесь тогда так называемый в кавычках арцах который россия не признает то есть этот армянский музей на самом деле является армяно-сепаратистским музеем москвы не так ли и служит в основном для того чтобы ухудшить отношения между россией и тюркскими странами в частности азербайджаном и турцией не так ли если он выставляет данную статью очень надеюсь что российские службы рано или поздно заинтересуются данным так называемым музеем так как я уже зачитывал данную статью я не буду ее зачитывать в этот раз но оставлю ее также под видео вот эта личность в кавычках личность вы сможете прочитать эту статью еще раз ознакомиться с нею ну а я пожалуй на этом закончу с анализом статей и видео и перейду к анонсу ближайших видео на моем канале а также объясню причины почему у меня не получилось запустить те видео которые я обещал в предыдущих своих видеороликах завтра на моем канале я планирую заново возобновить выпуски видео из серии арт-обстрела наших армянских оппонентов или армянских сми видео из серии говорит азербайджан при этом я очень надеюсь что в этот раз мне удастся уже систематически хотя бы раз в три дня выпускать видео из данных серий что же еще завтра также я у меня есть в планах сделать общее видео в котором будет принимать участие нусратнелим мамедов я и возможно это уже посмотрим как будет мушфик шамедов очень бы хотелось чтобы мы именно втроем записали общее видео и этому есть определенные причины связанные именно с международным информационным центром да и есть другие темы которые стоит обсудить что же еще ролик в отношении моей мамы я тоже думаю что выйдет только не могу сейчас сказать когда потому что есть множество интересных тонкостей и моментов которые нужно обсудить уточнить и так далее как-то так дорогие друзья поэтому в отношении моей мамы я не знаю когда это выйдет много есть нюансов элементарно промежуток времени о котором она будет говорить достаточно большой поэтому здесь есть кое-что кое-какие причины ну что же еще хотелось бы сказать конечно же сегодня так же как и завтра вас ждет прямые эфиры на моем канале сегодня к сожалению прямой эфир опять-таки будет поздно не по моей вине а по причине того что я был сегодня занят и не смог данное видео запустить пораньше поэтому прямой эфир затянулся на этом все дорогие друзья спасибо за понимание за поддержку всем до свидания всем пока всегда ваш до свидания до свидания Продолжение следует...